Бурьян высотой с человеческий рост. И это не в лесу, не в деревне, это в центре городского микрорайона. Но совсем скоро сорная трава уступит место мощенным дорожкам, комфортным зонам отдыха и обустроенным автопарковкам. В 15-м микрорайоне началось строительство бульвара. Техника подвозит стройматериалы, рабочие укладывают бордерные камни. Уже видны очертания дорожек. Благоустройство внутриквартальной территории соровчане ждали более 10 лет. Микрорайон быстро вырос, здесь даже построили детский сад. Но вот территория осталась необустроенной. Данный пешеходный бульвар очень-очень нужен был жителям. То есть помимо того, что это прогулочная зона, которая будет соединять северную часть нашего микрорайона с южной, плюс это еще и пешеходная дорожка, ведущая к саду. Проект бульвара 15-го микрорайона не раз участвовал в голосовании соровчан по выбору приоритетной территории по благоустройству с привлечением средств из федерального и областного бюджетов. Но в лидеры выбивались другие городские пространства. В этом году за строительство бульвара высказались 3700 соровчан. Деньги выделили из городского бюджета. Благоустроить территорию микрорайона планируют в три этапа. До октября 2020 года генеральному подрядчику надо уложить 2000 квадратных метров брусчатки, оформить велодорожку, сделать отвод сточных вод, установить скамейки, клумбы, освещение. На все это выделено 20 миллионов рублей. В следующем году благоустройство планируют завершить. Красным на проекте обозначена территория первой очереди, зеленым – вторая и синим – третья. Архитекторы запланировали и спортивные объекты, и зоны отдыха для соровчан разного возраста. 15-й микрорайон зашел в программу Саров, Дивеева, Арзамас в плане развития этого сегмента. И поскольку пешеходный бульвар, северная его часть, выходит ровно на КПП, то как раз это лицо города, которое необходимо благоустроить и развить. И вот как раз вторая часть очень хорошо подходит под этот проект. Благоустройство второй и третьей очереди обойдется по предварительным оценкам в 60 миллионов рублей.